Незвычайная ситуация на границе склалася вчера вечером. У связи с тем, что авиазносины помеж Израилем и Украиной зараз спинены, хасиды попробовали трапить во умань транзитом празд Беларусь. Наши пограничники про свою территорию их пропустили, але украинцы пункт пропуску закрыли. Скопилось порядка 750 граждан евреев-хасидов, которые планировали пересечь государственную границу для празднования 19 сентября нового года по еврейскому календарю. Однако в связи с тем, что Кабинетом министром Украины приняты ограничительные меры для въезда иностранных граждан в лист без гражданства до 29 сентября, возможно, и стало причиной непропуска данной категории граждан. На данный момент приняты все максимальные меры по оказанию содействия для данных граждан. Были пропущены к ним сотрудники Красного Креста, приняты все меры органов пограничной службы для комфортного и быстрого пересечения границы данными гражданами при возвращении их на территорию Республики Беларусь. По информации с определенной стороны, пункт пропуска Новый Ярилович на данный момент прекратил осуществлять какой-либо пропуск граждан либо транспортных средств. В связи с этим просим граждан, следующих через государственную границу, использовать пункты пропуска Веселовка либо пункт пропуска Камарин. При этом, обращаю внимание, не забывайте на введение ограничительных мер для иностранных граждан лист без гражданства при въезде на территорию Украины. По информации Пагранслужбы Украины, ситуация на этом участке застается спокойной. Спроб яя незаконного пересечения не отзначена. Заборонная на пропуск транспорту тлумачится тем, что знаходжение паломников на проездной части створает проблемы для руху и может быть небеспечным для людей. Расставники беларуских служб протягивают сажить за ситуацией и готовы оказывать паломникам необходную допомогу. Прежде всего, мы хотим поблагодарить беларусское правительство и весь беларуский народ за то, что приняли нас как гостей. Это невероятно. Вообще, и сотрудники милиции, и военные очень хорошо к нам относятся. Надеемся, пересечь границу может в течение нескольких дней или недель. Мы действительно очень благодарны беларусам. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».